6-8 недель. На принятие решения хорошо неделя, 2, 10 недель. После этого что будет происходить? Когда все сделают, что будет происходить? 10 недель это 2 месяца. Это у нас сейчас март, апрель. В мае что будет происходить? Ничего не будет происходить. Мы посмотрим по ситуации. Если ФОК готов наполняться детьми и родители готовы возить детей, мы можем запуститься раньше. Не по плану в начале июля, а можем запуститься раньше. У нас сейчас катастрофа. Вы понимаете, что это катастрофа? Для нас, для всех. Я другого слова не знаю. Катастрофа. Стоим утром, не знаем чем заняться. Нам вот где тренироваться сейчас? У нас идет Россия. То есть неделю они сейчас не побегают, неделю уже все, выбьются из колени. Смотрите, я еще раз повторюсь. В Ольске сегодня мы будем планировать расписание, потому что у них расписание спланировано. Мы сегодня сейчас после нашего собрания соберемся с тренерами по годам. Соответственно, мальчишки учатся в школе. Какое время интересно для наших мальчишек. В Ольске уточним, какая ситуация там по льду. В любом случае, кого-то придется двигать по времени. Будем просить. Нам нужен автобус, чтобы возить. То ли это наш школьный автобус сюда приедет и будет возить детей. То ли мы с нашим перевозчиком, с кем мы работаем второй год, с ним будем договариваться. Сейчас, это сегодня, этот вопрос, я думаю, мы закроем. Проблема имеет как минимум два решения. Либо замена теплообменника, либо его ремонт. Замена теплообменника, она связана с поставкой оборудования, она увеличивает срок этих мероприятий. Ремонт в данном случае менее по времени затратный. Но, опять же, чтобы понять, в каком пути идти, нужно теплообменник как минимум демонтировать, разобрать и посмотреть степень выезда. Живая, видите, сколько много вопросов поступает, на которые, к сожалению, кроме технической стороны, как бы именно на организационной, вы не можете ответить. Мне предложение, может быть, вам чуть-чуть времени дать, сколько вам не надо, 3-4, чтобы в первую очередь родителям донести информацию. То есть, как сейчас, в условиях того, что шок сейчас сломанный, ремонтируется, как им сейчас организовать тренировочный процесс. И, соответственно, по Вольску, если вы говорите, там расписание надо подкорректировать, я так понимаю, вы с Вольском еще не связывались, и эта корректировка расписания с учетом, можно сказать, информацию надо дать людям о том, как у них будет проводиться тренировочный процесс. Если вы можете сейчас это сказать, то давайте сейчас, а если нет, тогда надо вам паузу взять немножко, да, то есть это тренировочный процесс, это по автобусам, какая ситуация, что будет, за чей счет все это дело будет организовываться, эту информацию людям дать. И сразу, как бы, ну, градус напряжения снимется. А второй момент, ну, все-таки понимание должно быть, после ремонта, вот четко, да, нет, после ремонта он запустится в этом году, я имею в виду, в летний период, там, до летнего периода, или нет. Или он не будет работать, вот, как бы, самое основное. То, что вы говорите, расписание в Вольске, это ФОК там работает, и нам придется сейчас подвигать время, и опять же, я не хочу, чтобы родители планировали тренировочный процесс, есть тренеры, тренеры планируют тренировочный процесс. Если надо будет, я ему еще раз сказал, что мы запустим ФОК гораздо раньше, не в июле, а можем в мае запустить. Цена вопроса приобретения ремонта и времени? 6-8 недель, ну, и стоит 12 тысяч евро. Теплопедик? Да. Ему его заказать, через 6 недель его поставляют, марширует, цена вопроса 12 тысяч евро. Через сколько дней его поставляют? Не через дней, через 6 недель его изготавливают и присылают нам, 6-8 недель. А вы где-то, ну, где-то его не в России, да? Нет, это не в России. Мы готовы со всеми специалистами, со всеми ребятами, мужчинами, у нас достаточно в городе технарей, приложить все усилия, чтобы вам в этом помочь, для наших детей. Теплообменник, и, соответственно, пытаемся решить эту проблему. Нужна комиссия, как Сан Санов сказал, давайте создадим комиссию, Александр Микторович будет возглавлять и будем рассказывать на сайте, через тренеров, через руководителя ФОКа.